Музыка Эти молодые ребята, учащиеся Казахского национального университета искусств. Сейчас один из ведущих вузов страны, принимая до 300 студентов в год. Многие из них получили возможность обучаться бесплатно. Здесь для юных дарований созданы все условия. Мастер-классы с именитыми педагогами из-за рубежа, стажировки за границей и выступления на самых лучших площадках мира. Еще четверть века назад об открытии такого учебного заведения никто не мог и подумать. Основательница Первой академии музыки, ставшей впоследствии национальным вузом Айман Мусахаджаева, вспоминает, какой нелегкий путь этому предшествовал. По ее словам, поддержка главы государства и видных культурных деятелей тогда помогла воплотить идею в жизнь. Когда страна только приобрела независимость, Айман Кожабековне уже присвоили звание заслуженного инородного артиста. После окончания стажировки в Московской консерватории имени Чайковского она вернулась в Казахстан. И началось свое создание Государственной камерной оркестра Академии солистов. И Академия солистов, конечно, поначалу, туда был министр Микриха Мадича Рахмадиев, он сказал, что сразу статус вам государственный никто не даст, конечно, вы должны показать свою работу. И вот я со своими коллегами, которые также закончили Московскую, Санкт-Петербургскую консерваторию, Алматинскую консерваторию, мы поехали по регионам, показывали свои, как говорится, достижения творческие, выступали и на заводах. На тот момент было сложно нам с инструментами, потому что у нас не было никаких инструментов, и я написала письмо, ну, что самое большое, что хотелось бы, чтобы у нас тоже, мы учились в таких ведущих центрах искусства и играли на инструментах Страдивари, Гварнери, Гвадонини, Амати. Президент идею поддержал, и в стране появилась государственная коллекция инструментов. В нее тогда вошла даже легендарная скрипка Страдивари. На этом инструменте Айман Мусахаджаева играет по сей день. Статус государственного в 1993 году присвоили Камерному оркестру Академия солистов. Сейчас он по праву является одним из лучших оркестров страны и с успехом выступает на мировых подмостках. В 1997 году у меня был отчетный концерт, посвященный небольшому творческому юбилею. Я пригласила, конечно, главу государства, пригласила всех наших уважаемых министров и попросила, чтобы они приняли мой отчет и выслушали мои предложения, пожелания по развитию казахстанской культуры. И тогда президент сказал, что хорошо, что у вас есть такие достижения, но какие у вас еще есть мысли и предложения. Я сказала, что я хотела бы создать вот такое уникальное международное учебное заведение, которому обучались все ступени со школы, колледжа. Эта идея была поддержана, и на тот момент президент сказал, что хорошо, чтобы создать новые столицы. За более чем 15-летнее существование Университет искусств завоевал признание и имидж одного из престижных вузов страны. Сейчас многие выпускники казнуи пополняют ряды столичных и региональных театральных коллективов, в том числе уже ставшего визитной карточкой Казахстана театра оперы и балета «Астана-Опера». «Астана-Опера» мне очень нравится. Мне очень нравится. Оркестр тоже своеобразный, интересный. У каждого оркестра есть свое лицо. Я вот люблю, чтобы у оркестра было свое лицо. И я не люблю, знаете, такие безликие оркестры, где вот непонятно даже, кто, даже хорошо играет. А вот, а у нас здесь очень много творческих индивидуальностей, людей такими. И все они, знаете, с ними интересно работать. Вот мне интересно работать, потому что идет какое-то живое общение. Я особенно переживаю за людей культуры. Музыканты, вообще народ очень честный. Сколько я знаю музыкантов. Знаете, в музыке невозможно заниматься коррупцией, я скажу так. Потому что нельзя сыграть вместо 100 нот только 20. Ты должен сыграть все 100 нот, значит все это будет, все это услышать. Вот именно сейчас я радуюсь, что Астан-Опер – это одна из таких маст, посетить этот театр. Приехал в Астану, надо сходить в театр. Причем не только иностранцы, многие наши, мои знакомые, друзья из других городов Казахстана тоже, приезжают в Астану, обязательно идут в театр. Потому что театр тоже есть, что предложить, качественная продукция. Вот мы, знаете, сразу начали с этим театром вот так вот, на самой высокой точке. И вот надо вот, вот эта планка, она должна оставаться. По мнению Алана Буребаева, в Казахстане еще с советских времен сохранилось качественное музыкальное образование. Одну из своих первых престижных зарубежных премий он получил после окончания учебы в Алматинской консерватории. Весомым преимуществом нашей страны перед западными маэстро считает бесплатное музыкальное образование для детей. Школа имени Ахмеда Жубанова музыкальная в Алмате, школа имени Хуляш Байситовой, ведь там школа-интернат. То есть человек приезжает, например, из отдаленной местности, например, из деревни или из аула. Приехал, в первый классе, да, пришел и продемонстрировал, что он чистенько спел песенку. У него есть какие-то способности к музыкальному инструменту. Живет в интернате, питается, кушает, понятно. Но школа выдает инструмент ему. С тобой занимается взрослый человек, педагог с высшим образованием, еще с тобой занимается аккомпаниатор. Бесплатно. Вот это все 11 лет. И, вы знаете, это замечательно. Это ни в коем случае нам нельзя потерять. По воспоминаниям директора русского драмтеатра имени Горького Яркина Косенова, за годы независимости в стране появилось много новых театров, и режиссеры стали чаще обращаться к национальной драматургии. В этих регионах, в северных регионах, везде открывался театр. В нашем театре, где Максим Горького ханкини ставили, Азербайджан, Мадишманбек, Халка, Хармана, или, скажем, был поставлен спектакль «Абай», или вот «Чингисхан». Видимо, тот момент, наверное, какой-то национальный дух, желание, независимость. Вот это, наверное, этот период, наверное, был больше патриотизм, и идеология, мне кажется, сильнейшая была. Я горжусь, при мне этого театра получил статус академический. Это о многом говорят. Это статус и дает возможность актерам шире, ты будешь и видеть, и творить, и даже повышение зарплаты, и творческий подход ответственно дает. Ответственность не единственное, что вслед за статусом приобрели актеры театра. Члены труппы регулярно проходят мастер-классы у именитых зарубежных театралов. Балерина Агирим Бекетаева рассказывает, после окончания Алматинского хореографического училища имени Селезнева ее пригласили в столичный театр имени Куляш Байсиитовой. Уже спустя несколько лет артистка начала выступать на сцене Астана-Опера. Куда бы мы ни ездили, всегда говорят, подчеркивают нашу школу, нашу подачу. Я работаю с очень знаменитыми людьми по всему миру. Наш театр, то есть наша балетная труппа очень молодой. То есть нам остается только работать, действительно, такой театр. И сейчас люди слышат, приходят, узнают, и это очень важно для нас. И когда они восторгаются и аплодируют, и после окончания спектакля приходят за кулисы, это очень большая оценка. Я хочу сказать, что я на самом деле очень счастливый человек. Я очень горжусь, что я казашка, живу в своей стране. Зарубежные гастроли и участие в международных конкурсах уже стало привычным и для актеров театра имени Горького. В их копилке немало наград и престижных премий. А колоритные постановки давно завоевали своего зрителя. Настолько приятно, говорят, когда мы приезжаем в Казахстан, представляем казахстанское театральное искусство, и сразу говорят о нашем государстве, о нашем успехе, о нашем президенте. Сейчас никто не запрещает нам, театрам, например. Нет цензура. Мы сами решаем, сами выставим, сами приглашаем режиссеров. У нас в Казахстане много национальных государств, мы говорим. И театр тоже. Ни в одном государстве такие театры нет, как корейский, немецкий, узбекский, уйгурский драматический театр. Музыкально-драматический театр у нас в Казахстане. Мы всегда гордимся, выезжаем и говорим. Сейчас театралы тоже готовятся к Экспо. Гости выставки увидят новый спектакль на английском языке. Не менее амбициозные планы и у театра Астана-Опера. Есть старые, очень великие оркестры, такие как Чикаго-симфония, Венская филармония, Берлинская филармония, Концерт-гебал. Вот мы хотим в ту сторону расти, я вам так скажу. Но уже есть значительные, значительные улучшения. И знаете, что помогло очень сильно? То, что вот у музыкантов здесь нормальная зарплата. Им не нужно бегать по 3-4 работы, как это называется, халтуры. Сейчас нам надо работать на свой имидж, на раскрутку, для того, чтобы нас больше знали, нас узнавали, чтобы мы становились таким брендом. И вот этим мы работаем. Поэтому никто не расслабляет. На достигнутом не планируют останавливаться в Национальном университете искусств. Уже в недалеком будущем там начнут готовить музыкантов, актеров и режиссеров с дипломами международного образца. Мы сейчас проходим международную аккредитацию. Мы хотим, чтобы наши дипломы были приравнены к международным стандартам. Планов много, потому что мы развиваемся, и это развитие, оно как бы стоит только в начале пути. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА